30 лет в тайге. Жизнь и судьба людей в лесу. Часть 14 у нас сегодня. Понемногу подбираемся, подбираемся к количеству наших судеб. У нас там 15 человек, а у нас 14 сегодня. Ставьте ваши пендели, не забывайте. Шо-то они там красятся, то не красятся в ци синий цвет. Шо ты будешь делать? Крутить я кит на глине тему ютубе. Шо такое? То чёрным у них там помазано всё везде, то ещё что-то. Шо они там обновляются или шо? Кто-то пишет, что в Германии уже 2 недели чёрным помазано всё. А может это не проверяют, непонятно. Так что всё равно нажимайте. Ну вот то есть когда они проверяются, они чёрные. А когда они уже проверяются, они синие. Раньше всегда синие были. Всё меняют, эти тумблеры там меняют, переключатели, автоматы, чи шо. Чи свет им там отключают, непонятно. Обновление, может быть, покращение всё время, вот так, зроблять. И оно непонятно, шо оно такое. Вот так вот. Можете и конкуренты. Чёрт-ти шо, короче. Но мы нажимаем, не забывайте. На сегодня у нас часть 14. Продолжаем. Петрович даже не окликнул её. А зачем? Даже не подумал вернуть в дом бабу. Он сел у стола, закурил. И долго-долго думал. Всю неделю он ходил на работу в тяжёлом настроении. Он ни с кем не общался, никого не ждал. И стал угрюмым и раздражительным. Он уже подумывал о возвращении. Возвращении в Армению. Как вот вдруг вечером в окно к нему постучал. Постучал Фёдор Никитин. Его Петрович знал уже несколько лет. Послушай, Петрович, за помощью я к тебе пришёл. Набрал вот мужиков в бригаду. Ну, всё люди как люди. А ладу между ними нету. Грызутся вот это как собаки между собой. А я тут при чём? Удивился Аванис. Ну, как при чём? Поехали. Поехали к нам. В мою бригаду. Ты там вместо отца или старшего брата будешь нам? Я давно уже к тебе присматриваюсь. Не откажи. И согласился таки Петрович. Долго не раздумывал. А что ему оставалось? Хоть какие-то перемены в жизни. И вот через день он переехал в бабий омут. Повесил на замок на свой дом. Большой амбарный замок. И на этом поставил последнюю точку. На этой семейной жизни. Подарков не дарил. Дочку ругал. Ну, разве это повод? Повод для ухода из дома? Нет, баба, не в том суть. Я плохо, что ли? А ты почему? Почему ж ты не подсказала вовремя? Ведь и мне никто ж в жизни подарков никогда не дарил. Я ж даже не знаю, что это такое. Да и с днем рождения никогда не поздравляли. Да и не люблю я все это. К чему оно? Но я ж ведь не обижался. Я ж даже и не думал об этом. Эх, жизнь. Годы, годы. Как вода меж пальцев, так и прошли. Да. Не удержать ни дня. Имел сына и на тебе. Не стал отцом. Был мужем. И на тебе. Так и не узнал любви. Имел дом. Все имел. Да и тот без тепла. Может, и впрямь хватит уже этих потерь. Убеждал он себя, когда ехал на моторке по Алдану. Очень любил размышлять в это время. А здесь его ни о чем не спрашивали. Не лезли в душу с расспросами. У всякого и своих бед хватало. Забыться бы успеть. А иначе не пережить. А Ваня сработал чекеровщиком. Потом и бульдозериста подменял. Случалось, и завальщик опотел. На лесовозе и на трылевщике. Всюду у него получалось. Ничего не падало из рук. И где-то с полгода бередила все-таки его по ночам память. Ой, бередила. А когда, поддавшись уговорам, он все-таки продал. Продал свой новый дом, который строил Климу. Продал. Под детский сад. И все. Как будто что-то успокоилось у него в душе. А что, действительно дом большой. Хоть кому-то пригодился. И действительно, прошлое ему все реже и реже вспоминалось. А через пару лет он и вовсе не болел уже селом. Он даже не ездил туда. Но однажды, под вечер, Фелисада, заглянув в палатку, позвал его. Петрович, к вам приехали, ждут на берегу и выйти просят. Аванис выглянул. Не узнал, кто. И спустился на берег. В лодке его ждала Валентина и старый сельский кузнец. Чего звала? Спросил он коротко, даже не поздороваясь. Петрович, климат Марии ушел. Насовсем. Помоги. Помоги помирить детей. Плакала, умоляла баба. А я же не родной ведь. Я приказывать не могу. А я и по себе знаю. Развод — это не конец жизни. Нет. Так что Клим тоже устроится. Не пропадет. Я его знаю. Взрослый уже. Мужчина. И я даже рад, что он умней оказался. И он даже усмехнулся немного. И вернулся в палатку. И вот через неделю получил он письмо от Клима. Сдержанное, короткое, по-мужски. Тот пишет. — Ну, здравствуй, отец. Ты удивлен? Не обижайся за прошлое. Как сам говорил когда-то. Не страшна ошибка. Не страшна. Помнишь? Ошибку исправить можно. Я думаю, что не опоздал. Ты прости меня. Уж больше, чем я сам себя ругаю за прошлое, никто так больше не ругает. Виноват я. Виноват. Но я исправлюсь. А теперь давай все по порядку. По полочкам. Я ушел от Марии. Да. И на то было несколько причин. И самое главное, это то, что мы совсем разные. Ты же сам знаешь, каким было мое детство. А тут готовить даже дома. Не хочу, не хочу. Стирку, говорит мне даже. Сдай в прачку. Оно мне надо. Убирать квартиру тоже самому. Ей, врачу, видите ли, не к лицу домашними делами заниматься. Да, так и заявила. И даже детей она не захотела иметь. Все говорила. Рано еще. Хочу пожить и без обузы. Хоть немного пожить еще. Мол, успеется. А я ждал. Сколько мог, ждал. Дурак. Пойми, ведь я любил ее. Но не знаю, что произошло с Марией. Не знаю. Она полностью изменилась, когда стала учиться в институте. Я постарался образумить ее, сохранить семью. Но не получилось. И я ушел. По-мужски ушел. И официально развелся с ней. И мы разменяли двухкомнатную квартиру на две однокомнатные. И теперь я живу в самом центре Якутска. Так что, когда будет время, приезжай. Я буду очень тебе рад, отец. А может, и простишь. Может, и насовсем приедешь. Было бы здорово. Ведь жили же мы без баб в нашем доме когда-то. Ведь жили же. Все вроде нормально было. Эх, да. Как же я хотел бы вернуть сейчас это время. Чтобы вот так вот ты и я да мы с тобой и никого, никого, кроме нас с тобой. Родной ты мой, несчастный отец. Поверь мне, поверь, как в детстве. И прости, прости меня за все. Субтитры создавал DimaTorzok Глава пятая Леха Одноглазый Леха единственный из всей бригады яро восстал против против появления на делянке женщины. Эх, эти бабы! Не то двумя одним бы глазом не смотрел на сук, чтоб их маму черть аж воду порвали. Что, не хватало нам говна, что ли? Клянусь своей балабешкой, любой лярвы ноги выдеру, какая насмелится только тут появиться. Все мы тут из-за них этих проклятых, все мы из-за них тут маемся. Будьте эти все падлы хоть трижды прокляты. И на него даже не действовали эти доводы, что бригаде нужна, нужна одна баба. Баба-повар, прачка, уборщица, все в одном лице. Попробуй уговори, как уперся рогом, и все. Ничего, ничего, переживем, сами себя обслужим. По очереди вон давайте дежурить, по очереди. Либо давай мужика сыщем хозяйственного, какой все умеет, все сделает. Наши вам те бабы. Платить будем наравне даже, согласны, наравне с нами. Только не надо вот этих вот потаскух, чтоб глаза мои не видели. Но ведь не все готовить умеют. Леха, а стирка это ж мужичье дело тебе. Ну, сам подумай. Ну, опять же, с продуктами не все же могут обращаться. Бабам это сподручнее, убеждал его Никитин. Но Леха даже служить не хотел. Блажил на всю тайгу. Шо, у тебя яйца зачесались? Если зачесались, то смотайся, иди в село, иди на ночь, и отведи душу, и не расчесуй тут меня. Но сюда не точи хвосты, хватит с нас уже этих кокимор. Все, хватит, и точка. Все другие мужики молчали. Они знали, что Леха один за всех управится. Он всех переспорит, всех перекричит. А иным же были все равно. Все равно было. Баба там или мужик. Лишь бы только самому вот это у плиты не возиться, не готовить жратву на всю эту ораву. Да ну и неплохо было бы носить чистые майки, рубашки. Совсем даже неплохо. Самим случалось недосуг, а чаще сил не хватало этим заниматься. Конечно. Хорошо, если бы нашли человека, кто согласился бы заботиться о бригаде. Ну где ж такого сыскать-то? Ведь все хозяйственные и умелые они ж в семьях живут. Их оттуда никакими заработками не выманишь. Не отдадут, не отпустят, вернут домой. Слушайте, мужики, а может бабку какую одинокую уломаем, а? Предполагал Никитин. А на шо она тут надо, хвороба гнилая, начнет здесь свои болячки вот это трясти, на всю тайгу охать, крахтеть. Грязи его нет, старух, не оберешься. Не, а толку с нее, толку как с козла молока. Даже не ищи, не шукай. зато входи потом за ней, как за парашей, подбирай ее вот эта срань. У них же у всех головы дырявые там, где что положит там или поставит, все, через минуту забудет, сколероз, да? Хм, конечно. А ты потом скажи ей, ты только скажи, а бить потом полная запазуха. От такой не помощь, сплошные убытки. Уж лучше вот так вот, самим управляться. Уж лучше даже в говне тут сидеть, но только без них. Противился Леха. Этот мужик единственный изо всех на делянке за все годы ни разу не оглянулся ни на одну из баб. Даже не посмотрел. Он ненавидел и прозирал даже самое слово вот это баба. Он готов был голыми руками вот так взять и разорвать любую, которая только бы насмелилась явиться сюда в бригаду. Даже разговоров о женщинах не переносил. Именно потому, как только мужики начинали вспоминать свое прошлое, он сразу же крыл баб трехматерными словами. Всех до единой, до пота так орал аж до хлухоты, до хрипоты. И спорить с ним было бесполезно. Всяких доводов, доказательств он даже слушать не хотел. Он готов был изломать всю тайгу в мелкие щепочки и засыпать ими все это бабье отродье и вот так вот взять и поджечь к чертям собачьим, чтоб ни одной, ни единой на этой земле не осталось, чтоб все сгорело сыним пламенем. Когда Леха только слышал о них, у него невольно сжимались кулаки и бледнели скулы, а единственный глаз так и вертелся колесом тунды-сунды и горел, ох, горел огнем лютой злобы. И Леха был просто неумолим. И если бы не Петрович, взявшийся за нелегкое дело, уговорить так и мужика, не решился бы Никитин никогда, никогда бы не решился провести на делянку повариху. Мужик силен незлобой, это участь баб, бабы до конца жизни будут держать зуб, А если ты себя уважаешь, сумей не замечать, не видеть ее, как пустое место. И не бранью доказываем звание свое, не, далеко не бранью. Это Леха удел слабых, беспомощных, которые по-другому никак не умеют. Ну, вот ты скажи мне, вот чем, вот чем тебе сможет повредить эта повариха? М? Тарелкой супа? Или кашей? Может, выстиранными портками? Или полотенцем? Ну, вот кто она, чтоб тратить на нее свои вот это нервы? М? Стоит оно того? И подумай, или их у тебя вообще одевать некуда? Уж если вовсе точно, ты смотри в ее сторону слепым глазом, насквозь, как прожигай, а зрячим смотри на нас. Хе, нормально так? Нормалек. Ну, не обойтись нам без хозяйки? Ну, Ну, ты это, пойми. Ты ж видишь, вообще же не в моготу стало. Только пришел сразу отрубився, и все. Куды там нам делов до этого? Так шо, стерпись. Не будь капризной истеричкой. И с нами тоже считайся. Ведь ты ж не один тут такой. Никому не в моготу без нормальной сратвы работать. Попробовал вчера? Ага. Как тебе? С желудками тут уже все измаялись. Ты вот об этом вспомни. О здоровье. Ну, хоть бы из мужичьего эгоизма ты, уговаривал Петрович Леху. А тот брыкался. Видно, что это все ломало его. Психовал, кричал. Да из-за тебя тут все бригада мучится. Завшивим скоро. Зарастем в этой грязи. Скоро гречку можно будет сеять на коленях. Да что мы выламываем тут его? Ведь не женить мы его собрались. Какого черта он вообще выкручивается? Не выдержал тут Колька. И если бы не Петрович, побили бы мужики Леху. Ой, побили за несговорчивость. Петрович вовремя охладил спор, вставив свое. ее. Ну, а коль дерьмо попадется, выгоним, ей-богу, выгоним, к чертовой матери. А если путевая какая баба, то она никому тут помехой не станет. И оглядел всех. Никому. И Лешка тоже свыкнется, тоже оттает. Понял. И вот, когда вернувшись с делянки, Леха первый раз увидел Фелисаду, и его аж затрясло, как в лихорадке. Он отказался. Напрочь отказался есть приготовленный поварихой ужин. И матерясь, ушел со своей банкой тушенки. А в палатку вернулся только лишь глубокой ночью. В тот вечер, когда Фелисада в палатке рассказала о себе, Леха лежал на раскладушке в полудреме. И как только услышал голос поварихи, решил и головы не подымать. Даже не подавать признаков жизни. Он повернулся ко всем спиной. выставив фигой свой костистый зад. Он и впрямь уже засыпать начал. Но вдруг он услышал вопрос, интересовавший всех. А с чего ты это чуть не влетело под машину-то? Прям под колеса? «Почему ты так опаскудила? Что тебе жизнь осочертела?» И все. Леха сразу же вытянул с уши, как антенны, сразу же вытянул уши из-за сна. Любопытство было ему не чуждо. авось и скажет что-то такое, за что с делянки мужики сами ее выпрут. Хотя эти лярвы хитрые любой змеюки. Какая сознается тебе, что хуже ее стервы во всем свете нету? Разве побухой расколется иная? Угу, даже так. Ты ее хоть на электрический стул посади, она тебе ни черта не скажет. А потрезвые не все страдалицы. Угу, каждая несчастная и обманутая. Ты только вот это развесь уши, лопа уши. Такого тебе наговорят? Они самого черта разжалобят. В слезах и соплях кого хош утопят. Думал Леха. И тут до его слуха поневоле начала доноситься история Фелисады. Она рассказывала скупо, без жутких подробностей, не хлюпая, не плача и без вздохов, как об чем-то отболевшем. Леха вначале слушал в полуха, потом и совсем проснулся, а дальше и сам не заметил, как присел к столу к мужикам и слушал рассказ бабы, не перебивая и не матерясь и не высмеивая ее. А Фелисады говорила тихо, без надрыва, не проклиная никого, без ненависти и зла. И откуда это в ней столько силы взялось в этой кощейке пугало таежное? Смотри на нее, все перенесла, все пережила, перемолола. Неужели она сильнее меня, что в горе виновных даже не клянет? Ведь это ж баба, баба. А может и брешет все, а? Изумлялся Леха. Но, глянув на Фелисаду, он поверил в каждое ее слово. И сам не знал почему. Видимо, действительно правда. Это жалкая, худая, серая бабенка, вовсе не похожая на других женщин, живущих городах. В городах. Она говорила и оживала с трудом, словно приглядывалась и решала для себя, а стоит ли жить дальше. Она вовсе не жаловалась. Она не давила на сочувствие. Она просто поделилась и ответила на вопрос. Леха после услышанного уже ничего не говорил о поварихе. Он не замечал фелисаду. И это уже было большим сдвигом, который сразу заметила вся бригада. он молча ел за общим столом, дольше всех не говоря поварихе спасибо. Он ни о чем не просил, не заходил к ней в теплушку и не помогал бабе, как другие, принести воды там или наколоть дров. Но однажды он увидел на раскладушке сложенные аккуратной стопочкой все свои рубашки, майки и брюки, выстиранные и тщательно отглаженные. А рядом, рядом лежало постельное белье. Давно он на таком не спал. даже не помнит когда. И Леха только удивленно выторщился своим одним единственным глазом. Ведь не просил, не намекал, не платил ничего. его. И впервые, впервые за последние годы он сказал бабе спасибо. Ох, и нелегко это было сделать ему. Прям выдавил. Полдня себя уговаривал. Но самое обидное, что Фелисада его благодарность даже не услышала. И Леха покраснел, покраснел аж до пяток, когда через неделю увидел у себя на раскладушке выстиранные трусы и носки, а на подушке отмытую расческу. Фелисада не выделяла никого, ни одного не обделяла вниманием и никогда не ждала помощи в ответ. И Леха понемногу, понемногу привык даже к тому, что его одежда и обувь всегда чистые, всегда высушенные и крепкие. А от еды не сводит теперь желудок в железные спирали. Это жесткая боль. Теперь все мягко, как и должно быть. Леха теперь даже мыться стал каждый день, прежде чем лечь в чистую постель. Но он все еще ругал баб. Но уже не поголовно, через одну. Хе, не говорил, что все до единой это отпетая сучня, и давить их надо всех, давить без разбора, чтоб не расплодились. А когда же в палатку заходила повариха, то одноглазый предпочитал только отмалчиваться и все ждал, когда она уйдет. В теплушку к фелисаде он долго не заходил. Даже на чай, когда у поварихи сумерничала вся бригада. Он оставался в палатке в гордом одиночестве и только слушал смех, доносившийся оттуда из теплушки. А мужики бригады не звали его с собой. А зачем? Захочет и сам придет. Ведь вход в теплушку не заказан никому. Заходи, отдыхай со всеми. Но Леха не спешил. Дичился, сторонился общения с бабой. И хотя иной раз тоскливо было ему одному в палатке, но он все равно терпел, крепился. И так шли месяцы. и стерпевшись с фелисадой, попривыкнув немного к ней, мужик перестал воспринимать ее за бабу. Он считал, что она жила на земле особенно, специально для нашей бригады, сохраненная самой судьбою. И когда о поварихе вдруг заходил разговор на делянке там или в палатке, Леха не реагировал. Но стоило только однажды леснику урочище прийти на делянку и пожаловаться Никитину на фелисаду за то, что она транда ведьмы, куропаточный гнездо разоряет тут. Кто ты такой, а? Вытаскивает из них уси яйца себе в обеды. Кто ты такой? Кто то вас таку делает? И все. Леха тут не выдержал первым. И как кинется на него? А тебе? Тебе что от этого? В другой раз подскажем ей, чтоб твои кровные вырвало. Ага, два штучика. И в суп бросила нам на заправочку. Че тут раскукарековся? Может, тогда вякать меньше будешь? Че ты стонешь тут, а? Пришел? Стонет тут, будто куропатки от тебя эти яйца несут, да? Небось не поубавилось у них там под хвостиком? Что это у тебя разболелась голова? или ты родил этих куропаток что ли? А? Слушай сюда, будешь ныть, мы всех поединой тут тебя выловим и всех отшиплем. И тебя тоже вступился за поварих он внезапно. И Леха понял, что он удивил всех мужиков и сказал, будто оправдываясь, когда лесник уже ушел. Хе, ну, какая не есть наша, наша взяла, а калитак, не позволю хвост на нее поднимать никакому козлу. Да и яйца не сама она лопает, правда ведь? Это же она нам готовит, значит, и мы защищать ее тоже должны. Оправдывался он перед бригадой. В другой раз, глянув в ведомость, подметил, что поварихе не начислено за переработку. И все, как поднял хай, хавайся. Он потребовал, потребовал, чтобы не обжимали бабу. И таки добился своего, начислили и все доплатили. Леха долго не обращался к ней ни зачем. Но вот однажды она сама подошла и тронула за плечо и предложила тихо. Пошли, постригу тебя. Мужик растерялся. Дернул себя пятерней по голове, а пальцы аж в волосах застряли, как в проволоке. Но таки согласился. Молча. Да и чё кочевряжится? Он, все мужики пострижены ходят, аккуратненькие. Он только один, как Леший тут сирота. Зарос аж до пояса. Леха хотел расположиться на воздухе, но Фелисада открыла дверь в теплушку и коротко пригласила. Заходи. и женщина быстро постригла его, причесала Леху, как новая копеечка. Тот, глянув на себя в зеркало, довольным остался. И вот на следующий день нет, не искал специально он оленьи рога. Видимо, с зимы лежали, так что специально нет. Он почистил их, отшлифовал наждачечкой и принёс Фелисаде. и сам, сам на стену прибил вместо вешалки. А чё, красивенько даже получилось, да и к месту пришлось. Вся бригада увидела, и никто, никто даже не высмеял, даже слова не сказал, никто не подначивал. К поварихе тут уже давно относились с уважением. А перемене в Лёхе только радовались. И вот весной кто бы мог только подумать, подвернул мужик ногу, да так вывихнул её, что аж шагу сделать не мог. Нога вмиг опухла, покраснела, от боли не пошевелить. Как в палатку дойти, если на дугу наступить даже невозможно? И его привезли, привезли на бульдозере, прямо к палатке. Лёха стонал, ох, стонал сквозь тиснутые зубы. Что это с ним подошла повариха? Да вот, ногу вывихнул. Так зачем же здесь? Ко мне отнесите, там и вправим. Тут же ведь распарить сначала надо, чтобы боль меньше была. Мужика положили на топчан фелисады. Лёха аж кусал от боли губы, но держался. Пытался даже шутить. Ставлю свой последний глаз, если сбрышу. Никогда не думал, что болячка вот так спихнёт меня в постель бабью. Ой, чтоб мне не просраться тут. Да быстрее уже, быстрее. Ох, стыдоба какая. Эх, всё при мне. А всё вроде при мне же, а? А я ж не гость тут ни нахрена. Руки ж, ноги, голова ж, что ж вместе вроде, да, мужики, а? Ничего не отвалилось там? Ох, как же ж оно больно идти, твою мать. Вот где ж моя судьбина так накуролесила то, а? Да будет тебе. Отмахнулась Фелисада и сказала мужикам. Снимите с него брюки. Чего, чего? Зачем? Это ещё зачем вам? не не дам, вцепил современ Лёха. В трусах хорош будешь, не дёргайся, наложила Фелисада горячую примочку на щиколотку, а через десяток минут предупредила. Потерпи немного. нога. И Фелисада ухватилась за Лёхину ногу и как подтянет изо всех сил, аж хрустнула, повернула в стороны, а потом резко, резко и сильно как дёрнет на себя ступню. И всё. Лёха как заматериться по-чёрному, как раньше, по-чёрному, трехэтажному. Хорошо, что мужики его держали крепко, а иначе как знать, как знать. Фелисада, выждав несколько секунд, дала Лёшке передохнуть и уже уверенно шевелила ступню, поворачивая её в разные стороны. Убедившись, что нога вправлена, она сразу же приложила холодную примочку на щиколотку и запретила вставать, укрыла одеялом. Ты полежи с часок, пусть пусть нога немного успокоится, пусть опухоль спадёт. И не шевели, а как пройдёт боль, тогда вернёшься в палатку. Сейчас ноге покой нужен, покой, слышишь? она уговаривала одноглазого спокойно и уверенно. Алёшка лежал, лежал и не верил себе. Боль и вправду понемногу таяла. — Прости ты меня, прости дурака, вырвалось немного лишнее. Извинился он перед бабой. А то тесто как раз замешивала, она даже не оглянулась. Лишь только когда поставила в духовку формы с тестом, она вымыла руки и подошла. — Да ничего, от боли все кричат. — Но не эта боль страшна, она пройдёт. — А что ты в боли кричал, я и не слышала даже. — Так что не переживай, показывай ногу. И глянув, довольно улыбнулась. — Всё хорошо, хорошо всё. Но завтра на работу не стоит тебе идти. Пусть сустав немного укрепится. — Откуда ты это всё знаешь-то, а? Откуда? — Я когда в институте училась, я заканчивала курсы медсестёр. И закончила. Тогда все медициной увлекались понемногу. Оно иногда пригодилось. Вот как здесь. А я шалопай. Как же я не хотел, чтоб к нам в Тайгу бабу взяли. Ух, знаешь, как я тут им скандалил. Боялся я вашего брата, как огня, как проклятие. «Да ведь средь баб тоже не все одинаковые. Кто бы только мог подумать. Скажи мне, кто такое год назад, я бы в жизни не поверил бы», признался ей Лёха. «Да не баб ты боялся, а памяти, памяти своей, и той, что зарубку на ней оставила. Видно, слишком глубока, коль и теперь даже ноет». «Это верно», — грустно согласился мужик и завздыхал так часто и обиженно, что уж самому неловко стало. А обиды, Алёша, они тоже разные бывают. Одни пустячные, другие горькие. Всё забывать надо. Не надо в себе держать всё это. «Чего? Да разве можно такое забыть? Ну уж нет». «Чтоб ей там в гробу горем подавиться, никогда не прошу такое курви». «Да успокойся ты, успокойся. Какая тебе разница, как она свой век доживёт? Её не достать уже, а себе здоровье побереги?» «Прости». «И увидишь, тебе и самому легче жить станет». «Э, нет, Фелисада, такое не забывается никогда. Никогда и такое не забуду. Ведь именно из-за неё, из-за этой подлёки, вся жизнь кувырком у меня пошла. И уж всё, всё уж тут не наладишь ни черта, ничего не вернёшь». «Но ты любил её? Любил ведь?» И Лёха сразу сник. Никто ни разу не спрашивал его об этом. И стало как-то не по себе. горько и досадно за прошлое. А знаешь, Фелисада, я ведь татарин. Татарин я из Казани. Оттуда родом. Давно уж там не был. И теперь, конечно, не вернусь. Всё, отвык. я стал тут как тот конь бестойло. Нет у меня никого и ничего. А ведь всё имел. Всё было. Отец и мать, сестра была. Была и это. она всё отняла. в один день. Мигом. А родители хоть живы? Живы. Хоть зато судьбе спасибо. Не прикончило и горе. Да только мне к ним дороги нету. Всё, дорога заказана. И Лёха вздохнул. Ему вспомнился большой просторный дом, утопающий в цветущем саду. Это синее-синее безоблачное небо. Ему казалось, что и жизнь его будет всегда радостной и всегда счастливой. Алёшку в семье любили все. Все поголовно. А отец, отец в нём души не чаял. Конечно, единственный сыночек. Мать пылинки с него сдувала. Берегла больше жизни. Сестра гордилась им. Красивее её брата не было никого во всём городе. Ничем не обделила и ничем не обошла его судьба. Всё дала. И смекалку, и умелые руки. Чего ещё желать? Живи и радуйся. Так нет, на тебе, поехал учиться в Москву. А свою Казань назвал так провинцией, деревня. В столицу его провожала и Галима, черноглазая соседская девушка. Первая любовь. Ей он многое обещал, но ничего так и не выполнил. Да и куда там. Едва поступил в институт, всё, вскружили голову новые девчонки, как на подбор. Их было много, его однокурсниц. Одна другой краше, как цветочки в саду, лепестки лотоса. Каждый тянулись глаза и сердце. И всё. Он потерял голову, как снесло. Он менял этих подруг чаще, чем перчатки, как носки туда и сюда. Да, было время. Он жил весело и беззаботно, пока не встретил Юльку. Она оказалась несговорчивой, неподатливой, и это и протянуло его к ней. Вначале самолюбие, ух, самолюбие, так и взыграло. А потом, потом решился добиться её во что бы то ни стало. А вскоре увлёкся и всерьёз. Ничего в ней не было особого. Обычное. Куда как невзрачнее и бледнее бывших подруг. И слава за ней тоже плелась дурная, а с шлейфом плелась. Все говорили об этой Юльке как о потаскухе, но он не верил, не верил никому. Ведь ему она не отдалась, значит, не такая. и сходил с ума по девчонке, которую едва только знал. Она, она как нарочно, не подпускала к себе, отказывалась от встреч, цену набивала. Алёшка ходил за ней тенью по пятам. Он покупал для Юльки самые лучшие цветы. Он вздыхал, тосковал по ней, не слушал этих насмешек. Он забыл даже обо всех девчонках и думал теперь только о ней. Он искренне страдал. Юлька удостоила его своим вниманием незадолго до окончания института и поставила условием не временную связь, а законный брак со свадьбой, чтобы всё как полагается, как у людей. И Алёшка согласился, с радостью согласился. Вызвал телеграммой в Москву своих родителей. Отец не перечил сыну и обещал купить к свадьбе квартиру для молодых, обставить всё мебелью, чтобы всё было и всё сразу. Для этого он специально поехал в Казань, а через месяц вернулся с деньгами. И сделал, сделал всё, как и обещал. Промолчал, где взял деньги. И не обратил тогда парень внимания на сутулившиеся плечи матери. Женитьба на Юльке, московская прописка, дали возможность распределиться в столицу. И Алёшку назначили инженером-строителем в тресте. Всё шло как нельзя хорошо. Устраивали и оклад, и работа. Лишь только эти командировки раздражали. Алёшку, как молодого специалиста, посылали на дальние объекты чаще других. И он ездил. А что ему оставалось? А Юлька? Юлька работала прорабом на городских объектах. Жили спокойно, без дрязки, ссор. Алёха всегда предупреждал жену о командировке, всегда. Звонил ей прямо с дороги. И никогда не возникало у него даже сомнения в отношении жены. Алёшка любил её ровной, спокойной любовью и никогда не изменял. Даже не засматривался на женщин. Именно так прошло два года. И вдруг он стал замечать, как что-то перешёптываются там за его спиной соседские старухи, с утра до ночи сидевшие на лавочке возле дома. Наблюдение устроили. Чё это такое? Интересно, интересно, а этот кем ей приходится, а? Кто такой? Услышал он однажды вслед, но как-то не придал значения. И вот вскоре ему предложили поехать работать на Кубу всего на год. Если понравится, то можно и продлить командировку. И он решил обговорить это предложение дома. Юлька не торопилась. Она вслух взвешивала всё, звонила своим друзьям, советовалась с ними. Те только удивлялись её раздумьям и предлагали отправить мужа немедленно. И вот вскоре он уехал. уехал. Да, чувствую, это Юлька с рулька ещё накрутит ему. Ох, накрутит. ребят. Ну, ребята, как это обидно, вы только представьте, когда ты ничего себе не позволяешь вообще. А она тут... Меня только удивляет, ну, неужели она не могла думать, что вот эти бабки, это видеонаблюдение, соседи это всё видят. Неужели она не знала, что это как-то проявится? Она же могла ещё хитрее делать это всё. Ну, мы ещё не знаем, это мы только, как говорится, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, мы только догадываемся, правильно? Что там дальше будет, неизвестно, но пока к этому всё что-то так идёт, правда? И тоже Куба, Куба, да, как раз с Союзом были отношения хорошие, вот как раз наверное были там какие-то стройки тоже, там же накубишь и наши машины, газы, мазы, кразы, что там только нету, я как-то передачку смотрел, там до сих пор они ездят, у них же там это, блокиратор, заблокировано всё, и они до сих пор вот это сами как-то там вытачивают детали, всё, сами всё делают, они же не могут даже заказать, вот так их заблокировали там, и терплят, терплят до сих пор, так что такие дела, ребята, ставьте ваши там педали, что-то они красятся, я не знаю, вы пишите в чёрный цвет красятся, может они поменяли систему свою, уже оно в чёрном там мажется краску, а потом вы пишите как-то обновляете, оно хоп, оно синее, ну я не знаю, вы нажимаете всё равно, пусть оно будет чёрным, конечно же, это же ваше спасибо за работу, это обязательно надо, обязательно, без неё не было бы этих аудиокниг, это точно, вы тоже это понимаете, так что я не знаю, может это как бы вот это, что-то они там меняются, сервера, что-то автоматы, там не знаю, отключают им лепестричество, не знаю, что там есть, но я думаю, что это обновляется он, оно же тоже обновляется, там раз в год, в полгода, а у нас же как, что-то чуть-чуть не так, всё, мы уже думаем, что это такое, что всё пропало, да, мы начинаем думать, что там что-то, так вот это я думаю, что, потому что вы мне кто-то из Германии писал, что уже две недели в Германии ставятся чёрные лайки, может у них такое новшество, чтоб оно не мозолило так глаза, сделали, чтоб чёрным оно было, но мы привыкли к это синим, правда, нормально было, чё, зачем его вообще было менять, шо так, лучше, чи шо, а вот у нас на Яндексе шо, зелёные там, по-моему, лайки, или какие-нибудь, ну тоже, видите, другое, ну чёрные, там хай будут чёрные, чёрти шо, хай буде, хай буде, и как она мразница, правда, но только, чтоб привыкнуть вот это, мне говорили, что вы нажимаете его, этот педаль, и пишете, что добавлено в, как оно там пишет, добавлено в понравившееся, то есть, значит, оно всё работает, добавляется, но только красится, но только, почему вы говорите, потом оно всё равно синий, вот это я не пойму, я думаю, может это ещё из-за того, что как бы, вы тыкаете эти лайки, сейчас сделали на Ютубе так, что они как бы проверяют эти лайки, или они как бы настоящие, то есть, как бы это настоящие люди, их нажимали, а потом, когда уже эти проверены, там через какой-то период, например, день, или сколько, часов, 12, через 12 часов, они уже синие, может быть, тоже такое новшество, пока мы только можем догадываться, мы не знаем, а дальше мы всё равно всё узнаем, мы же такие Шерлоки Холмсы, что мы всё выследим, правда, правильно, так что мы такие, мы всё тут по трубам, по всё найдём, но только долго до нашей, до жирафа, до шеи доходит, правда, да, вот так, так что, ребята, как обычно, сегодня у нас всё, вот такая у нас новая судьба появилась, Лёха, одноглазый, Джо, одноглазый, Джо Байден, вот, Джо Байден, Джо, ну да, это ж они, это, как это, порцию свинца получили, да, Джо, одноглазый Джо, вот это он у меня будет, одноглазый Джо, Лёха, хороший пацан, только что у него с этим глазом, вот интересно, да, кто-то выколов ему чешо, или кто, непонятно пока, первое, что в голову лезет, это выкола корову ему глаз, почему, потому что, случаи были такие, вот мне рассказывали, что, ну тут прям вот возле нас был такой случай, я вам сейчас расскажу, в общем, мужик имел корову, и он сам её, сам её доил, всё, и она как-то вот так взяла, и рогом выкола ему один глаз, представляете, вот мне было бы тоже хорошо в рассказе, вот это как-то, чтобы это использовали, да, интересная история, но это действительно было из жизни, и потом, ему уже сказали, ну не надо та корова, зачем она тебе всталась, дай на мясо или ещё что-то, но это как-то случайно, она не бодалась, ничего, я не знаю, как-то так случайно было, и что самое интересное, какое-то время проходит, и она ему второй глаз тоже, представляете, он вообще остался слепым, и даже после этого, этот мужик, всё равно ходил, доил корову, и не сдал её на мясо, ему протянули такую верёвочку, и он по этой верёвочке ходил, и доил эту корову, представляете, тоже случай, расскажу вам, гитаристы, у нас вот тоже гитарист был, часто вот эта струна, бздень и в глаз, тоже бывает, видите, это всё дело случаев, но по поводу этой коровы, меня, вот это очень, эта история впечатлила, это действительно было, это вот, рассказывали, вот близкие мне люди, и вот такой вот, и вот так он вот, этот мужик, вот так ходил с этой коровой, и продолжал её доить, такие бывают истории в жизни, вот такая судьба, но это действительно было, по-настоящему, история жизни, пишите ваши истории, в комментариях, тоже было бы интересно узнать, настоящие, как у вас бывает, и пишите ваше предрасположение, что это Юлька-Срулька, что она ему наробить, что она ему наделает, ох, она ему на кротать, я чувствую, какие-то на глине, интересно же потом, что вы сегодня пишите, и как оно будет дальше, правда интересно, интересно, только не так, что вы потом прочитали, и написали, это же тоже, это же фигня, это надо вот так слушать, остановились и думать, как там будет, а завтра гадайте, вот так надо, вот так вот, потому что тоже есть такие, что прочитали наперед, и рассказывают, такие тоже, что хочешь, у нас тут находится, тут всякие есть у нас люди, а вы еще посылку мне писали, как отправить посылку, из Латвии, кто-то хочет отправить, и в общем, вот это вот, то, что вы пишете, это действительно уже проверено, там написано, новая почта, 16-й склад, мы же проверяли, то есть, точно доходит, из Латвии точно, то есть, можно вот так писать, и оно приходит, по-любому проверено, так что вот, по ссылке можно указывать вот это, то есть, без проблем, то, что в описании, снизу под видео, на сегодня уже все, вроде многое обсудили, даже больше, чем обычно, так что уже, увидимся завтра, включайте спидолу, как обычно, в 12, ого, а на сегодня все, пока два.